Испания зимой – популярное направление в 2018 году среди туристов самых разных стран. Европейская страна с неповторимой архитектурой, культурой и местами для отдыха. Сюда съезжаются туристы, предпочитающие не только пляжный отдых на берегу моря, но и прогулки по испанским городкам. Особенно популярными считаются старенькие небольшие города с узенькими улочками. Но не менее популярной является Барселона, которая привлекает иностранцев больше, чем столица страны – Мадрид. Располагается на Пиренейском полуострове, также называемом Иберийским. С разных сторон Испания омывается Средиземным морем и Атлантическим океаном. Из-за жаркого испанского климата здесь много курортов вдоль всего побережья. Рестораны Испании включают в меню не только испанскую, но и кухни других жарких стран, удивляя разнообразием и оригинальностью блюд. Действительно, редкий путешественник не оценит Испанию. А главный совет тем, кто еще не был в Испании, но собирается туда, не ограничиваться пляжами. Многие задаются вопросом, бывает ли в Испании снег зимой. Действительно, как ни странно, но в Испании есть снег и даже горы. Несколько горнолыжных курортов в зимние месяцы – декабрь, январь и февраль – ждут туристов в этой стране. Поток горнолыжников там тоже достаточно плотный. Но зимой снег выпадает не по всей территории королевства, некоторые автономные округа по-прежнему согревают жителей и туристов солнечным теплом. Самый популярный зимний отдых в любой стране – катание на горных лыжах. Однако он подходит не всем, ведь не все любят активный отдых, а некоторые вовсе не умеют кататься на лыжах. В таком случае можно проявить себя в качестве болельщиков на играх испанского чемпионата – Ла Лига. Астурия, Арагон и Андалусия – просто находка для любителей рыбалки. Множество видов рыб и мест для охоты и рыбалки привлекают мужчин и женщин. Знаменитая среди рыбаков река Эбро славится огромными рыбами. К примеру, сом, обитающий в этой реке, в длину достигает 1,5-2 метра, а вес – 60-80 килограмм. Зимой нельзя забывать про музеи и достопримечательности. В отличие от лета, зимой немного ниже цены и нет ажиотажа и очередей в кассу. Обратите внимание. Зимой в Испании сезонные скидки на брендовые вещи. Вместе с ними можно поискать сувениры для дома. Даже зимой температура в Барселоне и Мадриде редко опускается ниже нуля. Это хорошее время для тех, кто не любит жару и большое скопление людей. Тут можно погулять и насладиться атмосферой в зимнее время, либо выбрать Испанию в качестве зимних или поехать на новогодние каникулы. Париж зимой Испания, хотя и достаточно некрупная страна, располагает на своей территории чуть ли не под сотню различных городских. Самая высокая располагается на острове Тенерифе и называется Тейде. Ее высота – более 3700 метров. Самая низкая гора в Испании носит название Монте-Торо, расположена на Балиарских островах, высота которой чуть выше 300 метров. Практически в 10 раз меньше, чем у Тенди. Нельзя не сказать о горном плато Месета. Это целая система с множеством гор, относящихся к разным округам. Плато Месета занимает более половины территории Испании и находится по центру королевства на карте. Популярной цепью являются Пиренейские горы Испании, рядом с границей Испании, Андорры и Франции. В ряд расположены склоны, на которых пролегают отдельные трассы. Самой красивой по праву признана гора Монсеррат. В горах расположены, в основном, небольшие провинциальные города с небольшим потоком туристов. Крупные города, такие как Барселона, Мадрид, Валенсия, располагаются у подножия городских. Плато Месета в самых низких точках достигает до 600-800 метров над уровнем моря. Крупные города располагаются ниже, как и курортные места, поближе к морю. Некоторые удивляются, узнав о том, что в Испании есть горы, но она действительно занимает второе место по количеству гор на территории. Заядлые лыжники предпочитают и другие страны, но качество подготовки в Испании горных лыж на очень высоком уровне. Туристов в горах там немного, относительно Швейцарии, в основном, это европейские соседи, приезжающие сюда даже на пару дней выходных. Важно, в испанских горах часто проводятся спортивные соревнования и чемпионаты мирового уровня, можно побывать на них в качестве болельщика. Погода в Сочи зимой первая и самая популярная точка – Сьерра-Невада, горнолыжный курорт в Испании. Верхняя точка горы достигает более 3000 метров, а нижняя – более 2000 метров. Располагается Сьерра-Невада в Гранаде, столице Андалусии. Помимо лыж, там можно покататься на специальном велотранспорте, называемом «русскими санями». Его колеса достаточно широкие. Сьерра-Невада иногда путают с той Сьерра-Невадой, которая расположена в США. Самый большой плюс именно этих гор – много снега в соотношении с очень благоприятным климатом, там достаточно тепло, есть очень красивая река Кениль. Арамон-Фармигаль расположен недалеко от французской границы, в округе Арагон, неподалеку от города Уэска. Выделяется среди всех горных курортов очень живописными видами и просторами, более 180 километров трасс в общем. Хорошо подходит для семейного отдыха, здесь предлагаются в аренду множество домиков, подходящих именно для семейных каникул. Также, большинство тарифов рассчитаны на семей с детьми. Да и для ребенка там предлагается много развлечений. Некоторые выбирают это место для романтических каникул. Специально для этого можно заказывать романтические свидания в горах. Например, в хижине на высоте 2000 метров на севере страны, в Каталонии, самый популярный лыжный курорт, Бакейра берет. Расположен в Пиренее, Испания. Этот отдых привлекает много состоятельных людей. Знаменитости и члены королевской семьи выбирают именно его. Здесь высокий уровень жилья, предоставляемого в аренду, где можно зимовать, по оборудованию, устройству, территории и красоте. Соответственно, это место одно из самых дорогих, но оно того стоит. В восточной части располагается Вальделинарис, курорт, относящийся к Испании и Португалии. Здесь же находится самый большой объединенный курорт. Протяженность – более 200 километров. Обратите внимание. Многие туристические агентства предлагают туры именно на эти курорты в разное время года. Зимой там мягкий хороший климат и любая температура переносится легко. По статистике, практически половина испанцев предпочитает холодное время года жаре. Погода в Турции зимой советы, которые спрашивают туристы, собирающиеся в Испанию зимой, касаются одежды. Какой климат и что стоит с собой брать, чтобы не замерзнуть и чувствовать себя комфортно, вот что интересует путешественников. В этой стране высокая влажность и вещи должны быть практичными, так как там осадков в зимнее время достаточно много. Стоит брать утепленные куртки, кроссовки. Некоторые умудряются зимой ходить в открытых босоножках и коротких платьях, не замерзая при этом. Так что ограничиваться теплыми джинсами и куртками не стоит, можно взять с собой одежду, которая в России носится весной и осенью. Красивее всего зимой города будут выглядеть в период Нового года и Католического Рождества, все улочки красиво украшены, а из окон светят множество фонарей. Здесь же можно застать распродажу подарков. Например, после Рождества подарки и украшения стоят дешевле всего. Можно выгодно закупиться перед привычным россияном православным Рождеством. В стране множество праздников и обычаев, которому подобляются жизнерадостные испанцы и часто устраивают праздники. Кстати, одна испанская традиция или даже привычка – отдыхать после обеда. Из-за этого, в жару, некоторые заведения перестают работать днем. Внимание, купаться зимой все-таки можно, на некоторых водоемах температура не опускается ниже 20 градусов даже в январе. Узнать температуру воды можно из прогноза погоды. Теплее всего вода на островах. В Андалусии можно сочетать пляжный отдых с катанием на лыжах. Испания – страна горы теплого моря. Найти тур можно круглый год. Есть даже те, которые включают в себя горнолыжный отдых, прогулки по городу и пляж одновременно.